Рассмотрим ключевые особенности нереаляционных баз данных по сравнению с реаляционными. Прежде всего, следует заметить, что объектом данных в нереаляционных базах данных, как правило, является некоторая сложная структура, которая, в отличие от реаляционных баз данных, содержит в себе не просто строку из таблицы, в которой есть какие-то значения, каких-то атрибутов. Нередко объектом данных является сложная структура со вложенными документами. Или же, если говорить о k-value хранилищах, то в value, то есть в значении, которое получается по ключу, может содержаться также какой-то сложный формат документа. Следующей отличительной особенностью нереаляционных с OBD является отсутствие четко определенной схемы. В случае с реаляционными базами данных, насколько вы помните, существует язык Data Definition Language, который определяет схему нашей базы данных, то есть определяет таблицы, какие в таблицах есть атрибуты и какие типы у этих атрибутов. В случае же нереаляционных баз данных такой схемы нет. Мы фактически можем вставить любой набор данных в любое отношение, то есть в любую коллекцию. Тем самым обеспечивается более удобное проектирование на начальных этапах развития приложения. Однако не любая модель данных укладывается в схему, в которой нет определенных правил. Поэтому нереаляционные решения не подходят для таких больших систем, как банки, страховые структуры, в которых нереаляционная модель необходима для поддержания некоторого порядка в хранении данных. В отличие от нереаляционных баз данных, в нереаляционных нереализована важная функция, которая связана с операцией соединения, то есть с возможностью выполнять Join для различных запросов или таблиц. Это ограничение как раз и компенсируется тем, что у нас каждый из объектов данных – это более сложная структура, чем просто строка в таблице, и тем, что мы можем указывать достаточно произвольно схему отношения между данными. Также, в отличие от реляционных баз данных, ключевой особенностью NoSQL является простота масштабирования. То есть это и основная причина, по которой появились NoSQL решения, и, собственно, ключевая особенность большинства NoSQL решений. Реаляционные же базы данных часто не поддерживают быстрого и простого масштабирования. Механизмы транзакции и выполнение запросов могут существенно ослаблять возможность масштабирования и репликации серверов. И, как несложно догадаться по предыдущим особенностям, в NoSQL решениях, как правило, нет языка стандартизированного, как SQL, и, соответственно, многие функции, которые могут быть выполнены с помощью этого языка, просто недоступны. Или же доступны, но для них требуется намного больше ресурсов, чем в реляционных базах данных. То есть это является нестандартным способом получения данных в большинстве NoSQL решений.